Предмет информационной технологии в образовании, цели и задачи. План. Первый. Предмет информационной технологии в образовании, цели и задачи. Второе. Современные информационные технологии и их классификация. Третье. Классы информационных технологий по интерфейсам. Предмет информационной технологии в образовании, цели и задачи. Информатика – это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления им. Слово «информатика» происходит от французского слова «информатика», образованного в результате объединения терминов «information» и «автоматика», что выражает ее суть как науки о автоматической обработке информации. Предмет информатики составляет следующие понятия. Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники, программное обеспечение средств вычислительной техники, средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения. Особое место в информатике занимает интерфейс «Способ взаимодействия персонального компьютера с пользователем». Существует три вида интерфейсов. Первое – это аппаратные интерфейсы. Второе – это программные интерфейсы. Третье – это аппаратно-программные интерфейсы. Аппаратный интерфейс – это средства взаимодействия между устройствами компьютера. Обеспечивается производителями оборудования. Они следят, чтобы все узлы имели одинаковые разъемы и работали одинаково. Программный интерфейс – это взаимодействие, совместимость программ между собой, а также программного обеспечения и информационных ресурсов. Обеспечивается разработчиками программного обеспечения. Аппаратно-программный интерфейс – это средства аппаратного и программного обеспечения компьютера. Аппаратно-программные и пользовательские интерфейсы обеспечиваются операционной системой компьютера. Задача предмета. Основной задачей информатики является систематизация приемов и методов работы с аппаратными и программными средствами, вычислительной техники. Цель систематизации состоит в выделении, внедрении и развитии передовых, наиболее эффективных технологий в автоматизации этапов работы с данными, а также методическом обеспечении новых технологических исследований. Цель предмета. Формирование мировоззрения, научная картина мира, базовая грамотность, развитие мышления алгоритмического и системного, элементы культуры мышления, обработка практических навыков, программистических и пользовательских, компьютерная грамотность. Всё вместе – это общая компьютерная грамотность. Современные информационные технологии и их классификация. Информационная технология – это совокупность методов производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации. Цель функционирования этой цепочки, то есть информационной технологии – это снижение трудоемкости процессов использования информационного ресурса и повышение их надежности и оперативности. Эффективность информационной технологии определяется в конечном счёте классификацией субъектов процессов информатизации, при этом технологии должны быть максимально доступны потребителям. Информационные технологии можно различать по типу обрабатываемой информации. Это в виде обрабатываемой информации и в виде информации. Первое – это данные, текст, графика, знания и объекты реального мира. К данным относятся система управления базой данных, алгоритмические языки и табличные процессоры. К текстам относятся это текстовые процессоры и гипертексты, а к графическим относятся графические процессоры, а к знаниям относятся экспертные системы. И последнее – объектам реального мира относятся средства мультимедии. И все они относятся к интегрированным пакетам, объединённым различными технологиями. Информационные технологии можно разделить на обеспечивающие ОИТ и функциональные ПИТ. Обеспечивающие технологии – это технологии обработки информации, которые могут использоваться как инструментари в различных предметных областях. При этом они могут обеспечивать решение задач разного плана и разной степени сложности. Функциональные информационные технологии – это модификация обеспечивающих технологий для задач определенной предметной области, то есть реализуется предметная технология. Информационные технологии классифицируются по типам пользовательского интерфейса. Можно выделить системный и прикладной интерфейс. Прикладной интерфейс связан с реализацией функциональных информационных технологий. Системный интерфейс – это набор приёмов взаимодействия с компьютером, который реализуется операционной системой или её надстройкой. Классификация информационных технологий по типам пользовательского интерфейса делится на командный, веник и тюк. К ним относятся однопрограммная операционная система, многопрограммная операционная система, многопользовательская операционная система. К ним относятся пакетная технология, диалоговая технология и сетевая технология. Командный интерфейс обеспечивает вывод на экран системного приглашения для ввода команды. Например, MS-DOS – это приглашение, выглядит так. А в операционной системе UNIX – это знак доллара на экране. VIP – это интерфейс, Windows – это окно, Image – это образ, Menu – это меню и Point – это указатель. А на экране высвечивается окно, содержащие образы программ и меню действия. Для выбора используется указатель. Silk – это Search, значит, речь. Image – это образ, Language – это язык и Knowledge – это знания. При использовании Silk-интерфейса на экране по речевой команде происходит перемещение от одних поисковых образов к другим посмысловым связам. Современные операционные системы поддерживают командные Silk-интерфейсы. Субтитры создавал DimaTorzok